Еще раз добрый день. Что касается индивидуальных подходов к лечению рака яичников. То, что индивидуальный подход уже давно рекомендован при ряде злокачественных опухолей, это уже не секрет, так как известны уже наиболее активные сигнальные пути и найдены препараты, которые блокируют эти сигнальные пути. Что касается рака яичников, то, к сожалению, мы находимся только в начале пути. И вопрос об анализе либо о нахождении активных драйверных путей или активных сигнальных путей только находится в разработке. И пока мало препаратов, которые существуют для блокирования активных сигнальных путей при раке яичников. Они только развиваются. И поэтому вопрос индивидуального подбора лечения при данной патологии, он в основном на современном этапе, сводится к выбору терапии либо способов введения тех же цитостатиков в зависимости от ряда клинических признаков. На сегодняшний момент здесь показаны как раз уровни доказательности. Я специально вывела и по рекомендациям ЭСМА, русско, и рекомендациям НССН то, что рекомендовано на первичном лечении рака яичников. Основной выбор терапии на первичном этапе мы можем основываться только в отношении объема остаточной опухоли. То есть, если у нас оптимально проведенная цитредуктивная операция, мы больным можем предлагать выделенно темным цветом интерперитениальную химиотерапию. Если у больных субоптимальная цитредукция, то больным возможно добавлять авастин вместе с химиотерапией дальше в поддерживающем режиме. Также существует выбор терапии в зависимости от возраста и статуса пациентки. При пожилом возрасте пациентки, при ЭКОК 2-3, возможно проведение еженедельных режимов химиотерапии. И вопрос снеоадювантного лечения при 3-4 стадии рака яичников, он тоже рассматривается с достаточно высоким уровнем доказательности на основании нескольких исследований, проведенных. Которые говорят, что ответ терапии начинать с первичной цитредукции или снеоадювантной химиотерапии совершенно одинаков, результаты общей выживаемости одинаковы. К сожалению, ждут все исследования японская. Известны только результаты послеоперационной смертности, но отдаленные результаты только ожидаются. И, в общем-то, процент больных, которые лечились без остаточной опухоли, он тоже в этом исследовании достаточно низкий. Выбиваются из этого исследования данные Дениса Ши, у которых развиты агрессивные цитредуктивные подходы к операции. И в этой клинике, вне зависимости от остаточной опухоли, достаточно высокие цифры общей выживаемости при выполнении неоадювантной химиотерапии, что не согласуется с данными известных исследований. И в этих исследованиях при подгрупповом анализе также было показано, что результаты общей выживаемости зависели от страны, то есть от качества хирургической помощи, от качества хирурга. То есть в тех странах, где рекомендуются или где проводят, где принято более агрессивное оперативное вмешательство, у них вопрос намного лучше, были результаты общей выживаемости при первичной цитредуктивной операции. Я в своем докладе, учитывая очень хорошо подготовленную публику, больше акцент сделала на новых данных, на данных уже 2016 года, и с акцентом больше на лекарственную терапию, не затрагивая хирургическое лечение, так как я являюсь химиотерапевтом. И вопрос неоадювантной химиотерапии в настоящее время во всем мире не стоит, то есть он рекомендован. На самом деле в докладах многие американцы говорили о том, что несмотря на данные Денниса Ши, тем не менее в основном в 40-50% случаев многие хирурги при 3-4 стадии все-таки проводят неоадювантную химиотерапию. И вот в этом году было опубликовано исследование, которое сравнивало после неоадювантной химиотерапии и оптимальной цитредуктивной интервальной операции интроперитениальное введение карбоплотина в сравнении с внутривенным и с интроперитениальным введением цисплотина. Так СОЛ и вводился так же, как и в стандартных исследованиях. И оказалось, что хотя не было различий в удаленных результатах лечения, но все-таки результаты интроперитениального введения карбоплотина были лучше, чем внутривенного введения карбоплотина. Притом при оценке результатов общей выживаемости с момента начала терапии также не отмечались достоверные различия. Но, тем не менее, можно видеть, что в абсолютных цифрах интероперитениальное введение карбоплотина в рамках химиотерапии, то есть внутривенного введения поклитоксела, демонстрируют абсолютные лучшие цифры общей выживаемости. Что говорит о том, что карбоплотин совершенно эквивалентен внутриперитениального введению цисплотина и демонстрируют лучшие результаты, чем внутривенное введение карбоплотина. Если еще смотреть на то, что при интероперитениальном карбоплотине отмечался меньший процент токсичности, совершенно отсутствовала нейротоксичность второй и более степени. При интероперитениальном введении цисплотина, кстати, токсичность была такая же, как при внутривенном введении карбоплотина. И если говорить о выборе терапии на современном этапе, то можно сказать, что больным с оптимальной циторедуктивной операцией и те больные, которым проводилась неоадевантная химиотерапия и в последующем оптимальном объеме интервальной циторедукции, можно предложить интероперитениальное введение карбоплотина со стандартом внутривенного введения поклитоксела. То есть это один из элементов будет отбора для лечения пациентов. Также мы все прекрасно знаем, что сегодня существует классификация Курмана, подразделяющая опухоли яичников на различные два типа по путям патогенеза и канцерогенеза. И при различных гистологических вариантах у нас отмечается различный уровень экспрессии различных маркеров. Следовательно, различные гистологические варианты при анализе платинотоксановой терапии демонстрируют различный ответ на платинотоксановую терапию и различные цифры общей выживаемости. И, следовательно, если мы говорим о выборе больных на неоадювантную терапию или первичную циторедуктивную операцию, у нас есть еще один выбор, касающийся биологии опухоли. Если у нас лоу-грейсирозные аденокарциномы светлоклеточные муцинозные отличаются низким ответом на платинотоксановую терапию, то, в общем-то, эти опухоли как раз или больные с данным гистологическим вариантом у нас больше подходят для первичной циторедуктивной операции. А вот хай-грейсирозные аденокарциномы и опухоли с наличием мутации, особенно БРСА, при лечении платинотоксановой терапии при этих опухолях отмечается очень высокий ответ платинотоксановой терапии. То есть можем ожидать высокий ответ неоадювантной химиотерапии. Следовательно, вероятно, уже можно на этом этапе осуществлять отбор больных для неоадювантной химиотерапии. И уже сегодня показывали данные исследования ГОК-172, где БРСА и мутированные больные, и все больные с нарушениями дефицитом БРСА, то есть с нарушениями гомологичной рекомендации, отмечали лучшие результаты при энтероперитениальном введении химиотерапии, как я говорила, вероятно, связанные с высокими дозами платины. Что касается лоу-грейсирозной аденокарциномы, в этом году появились данные исследований Гершенсена, где больные после химиотерапии, платиносодержащие, к сожалению, на сегодняшний момент, хотя мы и знаем, что гистологические варианты опухоли отличаются различным ответом на платинотоксановую терапию, то есть сирозные муцинозные лоу-грейс, они не отвечают на данную терапию, но, тем не менее, мы не имеем других исследований, значит, эта терапия остается пока стандартом. Так вот, эти больные включались в исследование, либо в наблюдение, либо в гормонотерапию, то есть пациента с лоу-грейсирозной аденокарциномой. Конечно, включение больных было не одинаковое. В группе с гормонотерапией было больше процентов рецидивов. После первой линии терапии меньший процент больных получал гормонотерапию. Если посмотреть на общие результаты, то оказалось, что гормонотерапия демонстрировала лучшие результаты выживаемости без прогрессирования, без достоверности в общей выживаемости, хотя абсолютные цифры были лучше. Но когда проанализировали первую линию терапии, то оказалось, что при назначении гормонотерапии, при том, здесь использовалась любая гормонотерапия, тамоксифен, элитразол, то в этом случае больным с лоу-грейсирозной аденокарциномой имеет смысл назначать в поддерживающем режиме гормонотерапию, потому что она демонстрирует высокие результаты и выживаемости без прогрессирования, и общей выживаемости. То есть это тоже один из выборов терапии в зависимости от гистологического варианта опухоли. Итак, если говорить о сегодняшнем дне, в 2016 году, то, вероятно, выбор терапии на сегодняшний момент, выбор терапии либо неоадювантной химиотерапии, либо начинать с первичной цитуредукции, можно, основываясь на гистологическом варианте и на берсей статусе. То есть если у нас имеется хай-грейсирозная аденокарцинома, берсей мутированная больная, то в этом случае у нас больше возможностей, то есть у нас больше аргументов для того, чтобы этой больной назначить неоадювантную химиотерапию. Мы знаем, что мы получим высокий эффект, и вероятность проведения интервальной цитуредукции, оптимальной интервальной цитуредукции очень велика. И в последующем можно предложить больной именно интерперитениальное введение химиотерапии. И лучший препарат является препаратом интерперитениального введения на современном этапе карбопалатин, обладая лучшими цифрами выживаемости и при этом низкой токсичностью. А вот первичную цитуредукцию следует назначать пациентам слоугрейсирозной аденокарциномы, муцинозной, светлоклеточной аденокарциномы, так как эти больные плохо отвечают на терапию. То есть мы ждать от лечения неоадювантного при это гистологическом варианте нам не представляется возможным. А в последующем проводить платно-содержащую химиотерапию, так как других данных мы пока не имеем. И больные слоугрейсирозной аденокарциномы возможно назначение гормонотерапии в поддерживающем режиме. Что касается ДОСДЕНС, интерперитениальных режимов и добавления авастина в зависимости от гистологического варианта опухоли, то все эти режимы изучались в подгрупповых анализах в зависимости от гистологического варианта. И все эти новые режимы демонстрируют преимущество и при этих редких формах. То есть эти режимы все равно преимущественны для больных ракомоищников первой линии терапии. Когда мы говорим о рецидивах заболевания, какой выбор мы осуществляем для пациентов? Вопрос маркерного прогрессирования до сих пор дискутируется, как относиться к началу терапии при маркерном прогрессировании. И основной выбор терапии у нас основывается на интервале от окончания первичной терапии. То есть если у нас рефракторно-резистентный рецидив, то мы назначаем неплатиновую терапию в монорежиме с возможным добавлением авастина. Отдельной группе больных при платно-чувствительном рецидиве возможно назначение проведения повторных циторедуктивных операций. А платно-чувствительные рецидивы лечатся на современном этапе. Это платно-содержащими комбинациями с возможным добавлением авастина. И существуют отдельные подразделения больных на частично платно-чувствительные, для которых возможно проведение неплатиновых режимов с целью удлинения как раз бесплатного интервала. Итак, если мы говорим о рецидивах заболевания, то есть мы учитываем интервал от окончания терапии. Обязательно, какая линия терапии была, какие препараты пациентка получала, биологические агенты, платиновые или не платиновые. Обязательно учитываем гистологический вариант, статус берсей. И симптомы заболевания для клиницистов имеют большое значение. Потому что если к нам приходит больная с асситом и сплевритом, то есть мы понимаем, что нам нужно назначить больной такое лечение, которое бы обладало очень высокой эффективностью, чтобы нам получить быстрый эффект терапии. Ну, интервал без терапии при платно-чувствительных рецидивах лучшая комбинация у нас с добавлением авостина являются предпочтительными. Трабектидин с келексом возможен назначение только, если имеется аллергия на платину или частично платно-чувствительный рецидив. И в этом исследовании показано, что эти два неплатиновых агента при назначении предчастично платных чувствительных рецидивов удлиняют время без платины. И тем самым мы можем получить лучшие цифры общей выживаемости. В этом году было опубликовано исследование МИТО-8, где как раз проверили тактику такого введения пациента. То есть, либо пациентам назначали платно-содержащую терапию, а потом переводили на неплатиновые режимы, либо удлиняли как раз этот бесплатиновый интервал, назначали неплатиновую терапию, а потом платно-содержащие режимы. Ну, конечно, дизайн этого исследования желает иметь лучшего, потому что использовали из неплатиновых препаратов монорежим неплатиновым агентам. Хотя, в общем-то, в предыдущих исследованиях келекстрабектидин, то есть два неплатиновых агента, они демонстрировали лучшие результаты. Но всё же келекс, он рекомендован в Англии именно для этих рецидивов заболевания. И что получили авторы? Оказалось, что выживаемость без прогрессирования первого лечения была выше при использовании платины. Выживаемость без прогрессирования второго лечения, который учитывал сначала при начале первого рецидива, была также выше, если начинали в начале с платиновой терапии. И хотя и не было достоверности в результатах общей выживаемости, тем не менее в абсолютных цифрах общая выживаемость была выше, если начинать терапию с платиновых производных. Хотя это исследование и не решило глобальной проблемой, потому что не изучали два неплатиновых агента. Но, по крайней мере, тот стандарт, который был принят в Англии, это использование келекса для удлинения или использование любой монотерапии для удлинения бесплатинного интервала, он после данного исследования уже не является приемлемым. Другой момент, который мы учитываем, это симптомы заболевания, осыт и плеврит. Нам нужно срочное лечение. Так вот, именно авастин при добавлении как при платно-чувствительных рецидивах, так и при платно-резистентных рецидивах демонстрирует достоверные преимущества по объективному ответу, который очень важен для таких пациентов. А в исследовании аурелия, это при платно-резистентных рецидивах, у нас добавление авастина еще и снизило процент лапроцентезов и накопление осыта, что говорит о том, что в случае появления симптомов заболевания, как плевриты и осыты, вероятно, выбор терапии, что при платно-чувствительном, что при платно-резистентном рецидиве надо осуществлять в пользу добавления авастина к терапии. И гистологический вариант опухоли. В настоящее время, к сожалению, при вот этих редких формах, при логре, при муцинозной светлоклеточной деметриоидной аденокарциномы исследований больших третьих фаз провести очень сложно. При муцинозной аденокарциномы начиналось проводиться исследование по изучению локсатина с капицитабином и с добавлением биоцезумаба, но, к сожалению, оно было закрыто из-за того, что очень низкий набор. Очень сложно изучить данные гистологические варианты и наилучшее лечение для этих вариантов в силу того, что эти опухоли редки. Но, по крайней мере, в настоящее время продолжаются исследования по изучению препаратов, которые блокируют активные сигнальные пути в этих гистологических вариантах. И на сегодня уж точно можно сказать, что при логре и сирозной аденокарциномы возможно использование гормонотерапии и использование дальше в поддерживающей терапии, в поддерживающем лечении. Что касается хайгре и сирозной аденокарциномы, то в этом случае у нас активные пути – это деление и восстановление нити ДНК. Уже сегодня мы говорили, что при этих локализациях у нас как раз отмечаются высокий процент, он уже увеличивается с каждым годом процент обнаружения данных нарушений в системе репарации, он уже доходит до 60%. То есть мы можем говорить о том, что при этом гистологическом варианте у нас отмечают всевозможные нарушения репарации ДНК, то есть будут активные препараты, которые как раз ДНК разрушающие. Об этом мы уже сегодня говорили. И будут активные препараты, которые как раз блокируют парпингибитор. В частности, препарат, который уже в настоящее время изучен и скоро зарегистрируется в России, зарегистрированный в Америке и в Европе – это Алопаиб. Первый препарат – парпингибитор, который изучался при платно-чувствительных рецидивах в поддерживающем режиме и продемонстрировал, во-первых, эффект во всей группе пациентов, потому что при хайгрейсерозных аденокарциномах мы видели, отмечается достаточно высокий процент нарушений репарации. То есть данный препарат эффективен во всей группе больных, и особенно в группе больных с наличием БРК-мутации. Хотя общий результат, общей выживаемости у нас не показана достоверность, достоверность достигнута, но в этом исследовании был кроссовер. Но, тем не менее, уже известны данные при медиане наблюдения 6 лет, и 15% больных в группе с мутациями до сих пор получают препарат, но и без мутаций получают 12% пациентов препарат Алопаиб, что говорит о том, что надо дальше продолжать поиск тех 15%, которые имеют наилучший эффект от данного препарата. Итак, на сегодняшний момент, что мы можем предложить для выбора лечения пациентам-клиницистам? Ну, отдельной группе больных возможно провести повторную цитредуктивную операцию, и если говорить о лекарственной терапии, то выбор должен осуществляться в зависимости от интервала, от окончания первичной терапии и в зависимости от БРСЕ-статуса. Если у нас имеется чувствительный рецидив, и больная имеет дикий тип БРСЕ, все исследования, которые проводились с авастином, они включали пациентов, которые до этого авастин не получали. Следовательно, если мы имеем дикий тип БРСЕ, без предшествующего в первой линии авастина, мы можем больным рекомендовать комбинации с авастином. Если был предшествующий авастин, то просто платиновые комбинации. В случае БРСЕ и мутации, если больная не получала БИВАЦУЗУМАП, то можем рекомендовать больным платиновые комбинации с последующим использованием алопариба, который скоро появится. Если больная не получала авастин, и нам нужно получить срочный эффект терапии, так как у нас имеется плевритый ассид, то мы, пациентки, можем рекомендовать даже при наличии мутации платиновые комбинации с авастином. Если же у нас нет такой срочности терапии, то в этом случае можем рекомендовать платиновые комбинации с добавлением последующего алопариба. Итак, благодарю за внимание. Спасибо, Светлана Викторовна, за очень интересный и актуальный доклад. У кого-то есть вопросы к Светлане Викторовне? Спасибо. 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 Спасибо.